В смене 4 диспетчера. Сейчас за сутки они принимают более 500 вызовов. Нагрузка растет. Чаще всего звонящие жалуются на повышенную температуру тела. В скорую звонят даже те, у кого градусники показали чуть больше 37. У кого-то 37,1, 37,5 они вызывают бригаду. У кого-то действительно есть необходимость для вызова скорой помощи. Поэтому хотелось бы обратиться к населению. Если здесь идет вызов с целью просто боязни и чтобы его просто посмотрели и послушали, тогда лучше обратиться в поликлинику по месту жительства. Впрочем, помогать звонящим удается и без выезда на адрес. Иногда бывает достаточно просто ответить на вопросы. Медики понимают, что в сложной эпид-обстановке психологическое напряжение у жителей растет. Наверное, консультации больше стало. Конечно, конечно. Старшие врачи дают пациент. Потом сами диспетчера, они имеют медицинское образование. И когда вот им задают такие вопросы, на которые они компетентно ответят, они отвечают. В сутки на дежурство выходят 16 бригад скорой помощи. Это только в Одинцово. Еще по 4 в Голице, на Никольском, из Венигороде. Глава муниципалитета Андрей Иванов подчеркнул, администрация готова сделать все необходимое, чтобы облегчить работу медиков. Кресло я услышал. И все, что нужно для комфортной работы, чтобы немножко люди могли психологически расслабляться, и мы их поддерживаем. Мы все сделаем. Несколько драгоценных минут отдыха, чтобы услышать слова благодарности и получить фруктовый набор от администрации муниципалитета. А потом снова на борьбу за здоровье жителей Одинцовского округа. Огромное спасибо. Мы будем вас поддерживать. Придумали уже небольшие фруктовые наборы, потом продуктовые тоже разработаем. Еще какую-то форму поддержки. Будем отдельно от муниципалитета вас поддерживать, вас, ваши семьи. В завершении поездки на подстанцию скорой помощи Андрей Иванов поддержал флешмоб «Спасибо врачам» и призвал жителей Одинцовского округа присоединиться. Сделать это можно, не выходя из дома, с помощью социальных сетей.